МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особая дата в истории Карачаева-Черкесии. Рашид Тимрезов возложил цветы к памятнику жертвам депортации в селе Учхекен. Предъявите QR-код в кафе и ресторанах Карачаева-Черкесии. Покушать теперь можно только по предъявлению QR-кода. Как прошла неделя вынужденных выходных в Карачаево-Черкесии в эпидемиологическом плане? Какие ограничения сохраняются на следующей неделе? Об этом мы не только поговорим с гостем программы, вице-премьером республики Ириной Дербековой. В определенный период времени у нас выписка превышала госпитализацию. И если мы будем продолжать соблюдать дистанцию и соблюдать все меры по ношению масочного режима и так далее, то я думаю, что этот процесс продолжится в лучшую сторону. Юные звезды дворового футбола. Команда Адыг из Адыге Хабля с блеском победила на Всероссийском фестивале детского дворового футбола. Неделя сложная в эпидемиологическом плане, но на нее выпало сразу две важные даты в календаре. Это День народного единства и День памяти жертв депортации карачаевского народа. Массовые мероприятия, разумеется, повсеместно отменены и перекочевали по большей части в онлайн-формат. Но традицию возложить цветы к мемориалу никто не отменял. Так, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил в этот день памятную стелу в селе Учки-Кен и выразил тем самым дань памяти ушедшим землякам. Подробности в нашем сюжете. Ежегодно 2 ноября возле памятника жертвам депортации в Учки-Кене собираются люди. Но в этом году из-за введенных ограничений траурный митинг проводить не стали. Лишь возложение цветов с участием главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и муфтия Карачаевой-Черкесской республики Исмаила Бердиева, которые почтили память погибших, совершив обряд дуа. Автор этого памятника Магомед Хабичев никогда не пропускает траурные мероприятия. Он сам пробыл на чужбине 14 долгих лет. Свои воспоминания о ссылке он отразил в памятнике, над созданием которого работал не один год. Ведь пришлось искать прообразы матери Горянки и ее детей. Ну я решил, что через образы матери в Сутахе лучше представишь вот эту боль. Более глубже, более проникновение будет. В Бурч-Кулан съездили. Там нашли музей именно того периода одежду. Нашли мальчика и девочку. Они как раз подходили по типажу именно к этим образом. Вот такие лица такие наивные и немножко задумчивые. Такие печальные немножко девочки. Депортация карачавского народа коснулась каждой семьи. Поэтому многие считают своим долгом почтить память невернувшихся с чужбины. Биберту Джукаеву было 6 лет, когда его семью отправили в Среднюю Азию. Дни, прожитые там, он помнит отчетливо. Наши-то ни за что не считали. Нас оскорбляли, унижали. Потому что жить-то хочется, жрать-то нечего. Было очень тяжело. Мы перетерпели. Отныне я не хочу, чтобы не то, что мы карачаевцы, весь, вся республика, в том числе и Российская Федерация, целиком и полностью. Давайте будем жить дружно, уважать друг друга, уважать законы, уважать веры, поддерживать друг друга. Масштабы и боль этой трагедии трудно оценить. Но познав горечь потерь, карачаевцы сумели не просто выжить и вернуться на историческую родину, но и сохранить культуру, самобытность и традиции своего народа. Ирина Зарова, Роман Нагаев, Архиз-24. Почтили память депортированных и у памятной стелы в городе Карачаевске. С участниками возложения побеседовала наш корреспондент Гульмира Лайпанова. Каждый год 2 ноября в Карачаевске проходит митинг, посвященный жертвам депортации. В этом году по понятным причинам его пришлось отменить, но к памятнику все равно были возложены цветы. В возложении приняли участие председатель правительства КЧР Мурат Аргунов, мэр Карачаевского городского округа Альберт Аттаев и представители общественных организаций. Имам вместе с присутствующими совершили обряд дуа. Магомеду Бастанову едва исполнилось два года, когда его вместе с семьёй отправили в ссылку. Но то чёрное утро он помнит, будто бы это было вчера. Впрочем, тяготы и лишения не сломили, а закалили его. И спустя долгие годы он вернулся на свою родину. По приезду на нас смотрели, как на каких-то бандитов, хотя у меня отец и самый старший брат воевали на фронтах. Мы дети, девушки, я с матерью жили там кое-как. Вот такие трагические события произошли с нашим народом. Но сейчас, конечно, время уходит, но тем не менее мы должны помнить эти страшные события для последующих поколений, чтобы они знали, чтобы дружили, чтобы берегли себя. По возвращении депортированному народу нужно было развиваться на своей многонациональной родине, восстанавливать не только имущество, но и обычаи и культуру. В этом карачаевцам помогала общественная организация «Джамагат». После её распада и по сегодняшний день вопросами досконального изучения событий того страшного времени занимается Карачаилан Хал. Также её важной задачей является патриотическое воспитание молодёжи. Это история. А кто историю не помнит, у того нет будущего. Мы именно хотим, чтобы у нас будущее было хорошее, безоблачное. Поэтому мы вспоминаем 2 ноября. Особенно подрастающее поколение. Если 80-летние, 90-летние, они это не забудут до смерти, то то поколение, которое родилось уже здесь и знает только по наслышке, если им это не повторять, не внушать, не учить их, они забудут. Боль той трагедии нельзя описать словами, но мужественный народ сумел выстоять. И наш святой долг – чтить память тех, кто безвинно пострадал в те страшные годы. Гульмира Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз, 24. Карачаева-Черкесия – республика многонациональная, поэтому очень важно сохранить и укрепить на её территории межэтнический мир и национальное единство, чему, безусловно, способствовал проведённый на неделе в городе Черкесске ежегодный энографический диктант. Все подробности в нашем сюжете. В этнографическом диктанте Алина Лаказова участвует впервые, но подошла к нему с большой ответственностью, тщательно изучив обычаи и культуры разных народов. Я решила участвовать, потому что я считаю, что это очень важно, знать культуру других народов и, конечно же, свою, поэтому участие в таких диктантах и мероприятиях очень важно для людей. В этом году по понятным причинам количество участников этнографического диктанта значительно ниже, чем раньше. Проводится он с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, но на уровне проведения это не сказалось никоим образом. В этом диктанте участвовали у нас учащиеся разных национальностей, причём мы постарались, ну, предложено было, чтобы это было красочное мероприятие, поэтому наши дети, каждый представлял свой народ в красивых национальных костюмах, и с удовольствием дети пришли на этот праздник. Это был настоящий праздник народов Карачаева-Черкесии. Этнографический диктант проходил в тестовой форме и состоял из 30 вопросов в двух блоках – федеральном и региональном. Пройти его школьникам не составило особого труда. Они с большим интересом изучают народную культуру и обычаи. Ну а победителя определит специальная комиссия. Я решила принять участие в диктанте. Я участвую первый раз. Мне было интересно. Я узнала много нового о других народах, об их обычаях. Этнографический диктант способствует не только единению народов Карачаева-Черкесии, но и даёт своим участникам привилегии в будущем. Школьники получат сертификат об участии, который станет хорошим пополнением их портфолио. Гульмира Лайпанова, Назиркапушев, Архыз-24. Неделя вынужденных затяжных выходных подошла к концу. На эпидобстановку, по данным Оперштаба, она повлияла положительно. Но ситуацию с коронавирусом в Карачаево-Черкесии всё ещё нельзя недооценивать. Число вновь инфицированных с COVID-19 держится на высоком уровне. На 5 ноября медики зафиксировали 87 новых случаев. Причин роста много, но первое и основное – это категорическое нежелание ряда жителей республики защитить себя и близких, сделав вакцину. Отсюда и рост заболеваемости, и вынужденные ограничения, и огромная нагрузка на систему здравоохранения. Особенно нелегко приходится работникам ковид-госпиталей. В этом лично убедилась наша съёмочная группа, посетившая госпиталь на базе Карачаевской ЦРБ. Ковидный госпиталь на базе Карачаевской ЦРБ стал шестым подобным медучреждением, открытым на территории республики. Первые пациенты сюда начали поступать в середине октября, а уже сейчас из 120 коек занято почти 90. «Настроение больных, конечно, они в страхе каком-то все стараемся, работаем. С медперсоналом постоянно беседуют, нам объясняют, что надо так с больным, так проводиться. Мы за каждого душой болеем». Аминат Чучаева в красной зоне с первого дня работы госпиталя. Признаётся, что поначалу ещё в первую волну, как и многие, думала, что вирус удастся быстро победить. Однако этого не произошло и сейчас она тут, на передовой. «Поначалу было тяжеловато, а сейчас как-то привыкли, а так больных много, не хотелось бы, чтобы было так. Большинство у нас попадают люди пожилого возраста, есть и пациенты от 40 лет, 30 еще меньше не было. В основном люди пожилого возраста». Сейчас в госпитале есть всё необходимое медицинское оборудование. 23 реанимационные койки плюс ещё 80 оснащённых кислородом, инвазивный и неинвазивный аппарат ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенаппарат, ЭКГ. Своя лаборатория для необходимого объёма исследований. Нет проблем и с обеспечением СИЗами и лекарствами, за исключением отдельных особо дефицитных препаратов. «Здесь у нас находятся комбинезоны, здесь у нас находятся бахилы. Этот запас нам хватит на месяц, как минимум хватит на месяц. А так мы постоянно берём СМИ здраво, нам они поставляют». Напомним, что в настоящее время в Карачаево-Черкесии работают 6 ковид-госпиталей. Помимо Карачаевска, в Черкесии, в Жигути и Хабезии. Общий коечный фонд составляет 1265 коек, свободными из которых на сегодняшний день остаются 28%. Рейды продолжаются. Ежедневно на территории Карачаева-Черкесии проходят проверки соблюдения ограничительных мер, введённых главой Карачаева-Черкесии на фоне роста заболеваемости короной. На минувшей неделе под особый контроль попали рестораны и кафе «Черкеска», которым на время локдауна запрещено проведение любых массовых торжеств. Но вот соблюдают ли владельцы заведений эти правила? Об этом сюжет Дарьи Назаровой. Обычно из этого ресторана в выходные дни всё время льётся музыка, означающая, что тут празднуют свадьбу или юбилей. Но сейчас здесь непривычно тихо. А из гостей лишь сотрудники мэрии и Роспотребнадзора, заглянувшие сюда с проверкой. Мэрия, Роспотребнадзор, полиция. Да, ну вы в курсе, да, что запрещено проведение свадебных мероприятий? Естественно, мы отказаны, что там необходимо, всё исполняем. Во вторник нас собирали в мэрии, объяснили, рассказали, что и как. Но, похоже, режим работы изменился далеко не везде. Вот в этом заведении, видимо, не слышали или просто не хотели слышать про указ главы Карачаева-Черкесии, о запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе и свадеб, которые тут вовсю гуляют. Размах веселья даже и не думали скрывать. Это в разгар пандемии, когда в ковидных госпиталях практически не осталось свободных мест. Вы знаете о запрете проведения массовых и свадебных поминальных мероприятий? Да, мы уже уменьшаем, мы уже всех предупредили, будущих банкетчиков. На данный момент, что у вас за... можете нам рассказать, показать? Ну, банкеты, которые запланированы, мы уже пытаемся проводить. Сегодня мы заканчиваем со всей этой историей. Останавливать веселье проверяющие не стали. Цель визита – выявить нарушения и наказать хозяина заведения. Поэтому на имя индивидуального предпринимателя они составляют протокол. За проведение свадьбы ему грозит серьезный штраф. В настоящее время Кодексом административных правонарушений Российской Федерации за несоблюдение установленных ограничений установлены административные штрафы для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. Сотрудниками органов внутренних дел при оформлении данных материалов они направляются для рассмотрения в суды. Суды принимают в зависимости от тяжести административное наказание. Как показал рейд, основная часть предпринимателей Черкеска все же следует предписаниям властей. Тем не менее, говорить об эффективности введенных ограничений пока рано. Поэтому такие рейды будут проходить каждые выходные. Тария Назарова, Айвар Барануков, Архиз 24. Общее число заболевших в республике с начала пандемии приближается к 28 тысячам. Одна из причин – недостаточное количество привитых. По темпам вакцинации наш регион показывает результат ниже среднероссийских показателей. Одна из самых непростых ситуаций сложилась в Малокарачайском районе. Почему и как именно планируют улучшать эпидемиологический фон, выяснила наша съемочная группа. Всю последнюю неделю Магомед Хаджбекерович ломал голову над вопросом, вакцинироваться ему или нет. Среди доводов против были различные слухи, доходившие до Аксакала о том, что якобы вакцина вредна. Да и в 82 года, а именно столько исполнилось мужчине, лучше не экспериментировать над организмом. Среди доводов за вакцину – позиция дочерей, убедительно просивших его таким образом защитить себя. Но ключевым фактором принятия положительного решения стала обстановка вокруг. Соседи рядом болеют, умерших тоже очень много. У соседей одна невестка осталась маленьким ребенком. Остальные все умерли. 5-6 человек умерло с одной улицы. Получив вакцину, Магомед Хаджбекерович сагитировал на укол и свою супругу. Она тоже по возрасту в группе риска, поэтому на возможность защитить себя от тяжелых последствий откликнулась положительно. Те, кто у нас прививался, я вот посмотрела, они практически никаких проблем не имеют. И поэтому я думаю, что лучше, наверное, привиться, чем вот так вот ходить и бояться всего. Мы же всегда всю жизнь жили на прививках, да? В советское это время, вот это вот, это было нормально. Почему сейчас вот такое негативное отношение к этой прививке, я не понимаю. Но в любом случае, мне кажется, надо прививаться все-таки. К сожалению, примером старших в этом вопросе в Малокарачевском районе руководствуются не все. И как результат, большое количество заболевших, число которых растет до так, что врачи бьют тревогу. У нас в день мы госпитализируем 8, 9, 10 человек госпиталя. Я не знаю, какой еще должен быть переломный момент, чтобы люди пошли на вакцинацию. Лично на примере нашего района. Наши жители видят, как скорые каждый час, каждые полтора часа едут в сторону Черкеска. Понимаете, это же, ну, это тот тревожный знак, который должен быть, как бы, сподвигнуть человека, что вот он должен защитить себя. Между тем, пунктов вакцинации в Малокарачевском районе сразу несколько. Работают они даже в ковидные каникулы. Запас вакцин там достаточный. Единственное, чего не хватает – желание местных жителей защитить себя и своих близких от смертельно опасной инфекции. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24. Добровольцы спешат на помощь. Волонтерский центр «Единой России» в Черкесске активизирует свою работу в период ужесточения коронавирусных ограничений. Десятки неравнодушных людей ежедневно оказывают поддержку пожилым и многодетным, медикам, ковид-больным и другим нуждающимся в помощи землякам. В каком режиме работают волонтеры, расскажет наш корреспондент Альбина Шауа. Доставить лекарства или продукты на дом. Помочь с вопросами о вакцинации и антиковидных ограничениях. Просто поддержать добрым словом в трудной ситуации. Для волонтеров это ежедневный фронт работ. Нурсиат Байрамукова еще со школы помогает нуждающимся и не представляет себе иной жизни. Все мы понимаем, что сейчас без взаимопомощи мы не сможем исправить ситуацию, переломить этот момент. И поэтому сейчас очень важно оставаться неравнодушными и как можно больше помогать, проявлять себя и не оставаться в стороне. Волонтерские центры действуют с марта прошлого года. Во время пандемии добровольцы не только бескорыстно помогают людям на самоизоляции, но и оказывают поддержку медикам в ковид-госпиталях. А еще бесплатно раздали десятки тысяч СИЗов жителям республики, а также в социальные организации и медучреждения. Ежедневно мы собираем своих волонтеров, работаем в режиме ожидания. Режим работы в скорой помощи или пожарной команды, кому как удобно это понимать. То есть, если есть звонок, есть заказ, мы обслуживаем в течение получаса-часа по городу Черкесску. Если заказов нет, мы в ожидании. Почему? Потому что бывает в день и до 50, до 60 звонков, а бывает и отсутствие таковых. Но наши волонтеры всегда в ожидании и могут оказать помощь нашим пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. В волонтерском центре много добровольцев еще с первой ковидной волны. Но есть и те, кто в их рядах совсем недавно. Уже четвертая волна ковида. Хочется помогать людям, которые нуждаются в лекарственных средствах. Также многие люди боятся выходить из домов, боясь заразиться. И приходится помогать, и хочется помогать. Обратиться за помощью в волонтерский центр может каждый, просто позвонив по номеру 8 800 201 46 49. Звоните, и вам помогут. Альбина Шаова, Ивар Барануков, Архыс, 24. Детский сад для детей, чьи родители работают. В четырех населенных пунктах республики на время длинных антиковидных выходных были открыты дежурные группы. Их посещают дети, чьи родители работали даже во время локдауна. Классический пример – мама-доктор. Наша съемочная группа побывала в одном из дежурных детских садов и узнала, как проходят их трудовые будни. Ранее утро в период длинных выходных для Фариды Токовой. Ее пятилетней дочери Адилии начинается с похода в любимый детский сад. Фарида работает бухгалтером в коммерческой фирме, где вынуждена появляться даже в эти нерабочие дни. В условиях пандемии оставлять ребенка у родственников и знакомых нет возможности. Да и безопасность волнует семейную пару Токовых. Поэтому они решили отдать дочь в дежурную группу. Обратилась к заведующей, она мне объяснила, какие нужны справки для того, чтобы ребенок посещал садик, собрала необходимые документы и подала, и ребенок ходит в сад. Действительно, не знаешь, куда ребенка девать в такие вот дни, ну карантин, да, очень сильно помогают. Ну, не всегда можешь отдать ребенка родственникам или кому-то, как бы вручают очень сильно эти садики. На сегодняшний день в Усть-Джигуте создана одна дежурная группа. Ее посещают 11 детей от двух до шести лет. Рабочий день у сотрудников детского сада проходит в штатном режиме. Главное, что здесь соблюдаются все санитарно-эпидемиологические предписания Роспотребнадзора. Наш детский сад дежурный в этот период. Сложно. Соблюдаем все правила. Находимся в масках. То же самое измеряется температура у сотрудников тоже. Пока что в республике создано несколько таких дежурных групп. Формировались они на основании заявлений от родителей. Общее количество детей в этих группах на сегодняшний день 40 человек. На сегодняшний день работают четыре группы в трех муниципальных образованиях. В Карачаевском муниципальном районе, в Усть-Джигутинском районе и в Урубском муниципальном районе. По городу Черкесску на сегодняшний день не поступало заявлений от родителей, желающих отправить своих детей в дошкольной образовательной организации. При необходимости родители, вынужденные выходить на работу до 7 ноября, также могут обратиться с заявлением к заведующим дошкольных образовательных учреждений, после чего в детском саду будет открыта дежурная группа. На длинной нерабочей неделе все межмуниципальные рейсы общественного транспорта в Карачаево-Черкесии проходили в штатном режиме. Об этом сообщает региональный Минпромторг. Параллельно специальные рабочие группы планируют рейды по транспорту для проверки соблюдения там всех антиковидных мер. Строгий масочный режим должны соблюдать как пассажиры, так и водители. А за выявленные нарушения жители и гостей региона могут привлечь к административной ответственности. В период нерабочих дней приостановка обслуживания какого-либо маршрута у нас не планируется. Возможно, в связи с изменением пассажиропотока будет увеличен либо изменен интервал выполнения рейсов маршрутов. Министерством на постоянной основе ведется мониторинг пассажиропотока. Все маршруты у нас являются социально значимыми, поэтому на это уделяется пристальное внимание. И в период нерабочих дней также это будет контролироваться обслуживание всех маршрутов. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с порешением главы Карачао-Черкесской республики 27 октября 2021 года, усилены ограничительные меры по профилактике COVID-19. И в том числе на общественном транспорте теперь требования о том, что пассажироперевозки осуществляются при условии, что все соблюдают масочный режим, как водитель, кондуктор, так и пассажир в обязательном порядке. Для этих целей создана межведомственная комиссия с участием представителей МВД, Роспотребнадзора и нашего министерства для проведения мероприятий по профилактике контроля за соблюдением вот этих санитарно-эпидемиологических требований на общественном транспорте. И лица, не соблюдающие эти требования, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законом. Под особым вниманием у нас масочный режим. Водители, кондукторы и пассажиры должны соблюдать масочный режим. Помимо этого у нас на постоянной основе при предрейсовом осмотре весь транспорт проходит санитарную обработку. Все поверхности обрабатываются дезинфицирующими жидкостями, и поручни, и сиденья. Но в том числе необходимо соблюдать обязательный масочный режим всем пассажирам. Как проходит неделя вынужденных затяжных выходных в Карачаево-Черкесии? Как разобщение людей сказывается на общем эпидемиологическом фоне? Республика выходит из выходных? Сохранятся ли ковид-ограничения? Об этом мы не только поговорим с гостем программы, заместителем председателя правительства Карачаева-Черкесии Ириной Гербековой. Здравствуйте, Ирина Джошауна. Рада вас видеть в этой студии. Мы с вами встречаемся здесь не впервые, но в этот раз вы в новом качестве. Вы сейчас занимаете должность вице-премьера республики. И я думаю, многих наших зрителей интересует тот блок вопросов, который вы отныне будете курировать в правительстве. Добрый день, Мадина. Да, действительно, я работаю в должности заместителя председателя правительства по социальным вопросам. Курирую работу Министерства здравоохранения и Министерства труда. Ну и все сопряженные с ними подразделения. То есть сфера здравоохранения, как была для вас, основной, так и останется. Да. Ну, сейчас сфера здравоохранения, она на повестке дня. Связано это все с развивающейся пандемией, четвертая волна, о которой сейчас говорят всюду. И ежедневно в правительстве проходят планерки на эту тему, да, распределяются планы, задачи. Скажите, пожалуйста, вот неделя длительных, вынужденных выходных подходит к концу. Что за этим далее будет следовать? Изменились ли показатели эпидемиологические вот за эту неделю, которая прошла? И какие ограничения будут сохранены далее? Ну, эта неделя действительно, я думаю, даст свой результат, потому что мы подошли к ней немножко раньше, чем федеральное правительство. И у нас были чуть раньше объявлены каникулы, ушли детки на отдых. И поэтому некоторое разобщение у нас получилось немного раньше. И реально мы увидели результат в некоторой стабилизации заболеваемости, в стабилизации госпитализации пациентов в наши стационары. Но выход сейчас из этого периода вот такого разобщения, он тоже очень важен, потому что если мы сейчас опять начнем активно общаться без соблюдения ограничительных мер, мы потеряем все то положительное, что смогли получить за это время. Поэтому ограничительные меры в том плане, в котором они указаны в указе главы Республики Рашид Абриспетча Тимризова, они остаются. Это обязательно ношение масок, это соблюдение ограничительных таких посещений, точек общепита, кафе, ресторанов и так далее, только с применением QR-кода. Это посещение торговых центров с QR-кодом, это запрет пока на массовые, зрелищные, развлекательные, спортивные мероприятия. Это все пока сохраняется. Помимо этого, несмотря на то, что уже приступят наши земляки к работе, необходимо будет соблюдать этот ограничительный режим в своих организациях. Это и ношение масок, о которых я уже сказала, это обязательно термометрия на входах, это соблюдение санитарного режима, режима обработки помещений, режима проветривания, использования соответствующих излучателей, которые позволяют одновременно работать в помещениях, где находятся люди. Вот эти все меры, их нужно обязательно соблюдать. Это то частое мытье урока, о которых мы часто говорим и иногда забываем делать. Это тоже одна из мер, которая позволит избежать каких-то неприятных проблем. Вы сказали о том, что эпидемиологическая ситуация несколько стабилизировалась, и стабилизировалась также госпитализация больных. Вы общались с главами муниципалитетов. Можете пролить свет вообще? Как обстоят дела в муниципалитетах? Какие районы более благополучны в эпидемиологическом плане в отношении ковид, какие менее благополучны и в отношении них? Какие еще дополнительные меры, возможно, планирует правительство внедрить? Мы обсуждаем это и с главами районов, и в ежедневном режиме в правительстве. Я хочу сказать, что стабилизация достаточно условная, потому что выход сейчас из ограничительных дней может привести к какому-то другому подъему. Дело в том, что пандемия как раз и характеризуется таким волнообразным течением. Достичь абсолютной стабилизации прямо сейчас, наверное, будет возможным, только после того, как будет проведена такая массовая вакцинация. Главы районов это тоже хорошо очень понимают, мы обсуждаем с ними вот эти все совместные мероприятия. При этом можно было бы отметить, что все-таки Черкесск, Карачаевск, Карачаевский район отличаются некоторой несколько повышенной заболеваемостью. И как раз вот в этих же районах достаточно низкий процент вакцинации. Мы об этом много говорим, и это воспринимается как будто бы это как навязывание. Но на самом деле только разобщение людей и вакцинация – это две те меры, которые на самом деле реально работают. Мы можем сделать еще несколько тысяч этих коек стационарных, но каждый же понимает, что лучше провести профилактику и сделать своевременно какие-то меры принятия, и не попадать вообще в стационар. Это было бы лучшим выходом из ситуации. Ну вот, например, у нас в Ногайском районе очень высокий процент вакцинации. И там же мы видим, что и наименьшее количество госпитализаций пациентов из этого района. Вот это очень сопряжено. Парадоксально, конечно, но люди, часть общества отказывается верить в спасающую силу вакцины, а некоторая часть не верит, соответственно, в то, что маски могут защитить. Вы, как медик, что бы могли сказать о важности ношения масок? Маски – это общепринятый метод такой защиты. Он же защищает не только от ковида, он защищает и от других вирусных заболеваний. Мы же не должны забывать о том, что мы вошли в сезон вирусных заболеваний, повышенной вирусной заболеваемости. Это различные урвы, это грипп, это данновирусы, и целый ряд заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. В прошлом году, что было очень интересно и отмечено везде на всех уровнях, когда массово народ стал носить маски, мы увидели, что практически не было эпидемии гриппа, не было подъема аденовирусных и других заболеваний. Это говорит о том, что ограничение именно в форме ношения маски действительно работает. И поэтому и сейчас мы очень продолжаем призывать к тому, чтобы наше население продолжало носить маски. Мы знаем, что повсеместно по республике проходят рейды по соблюдению санопито-ограничений. Есть общая по республике информация. Вообще много ли нарушителей этих правил на сегодняшний день выявлено? И в отношении их какие будут составлены протоколы или прочие? Да, рейды действительно проводятся. Они проводятся в местах как раз вот такого общественного пользования граждан. Это и торговые центры, рынки и так далее. И я думаю, что таких мер должно быть достаточно для того, чтобы люди хотя бы просто соблюдали масочный в том числе режим. Дело в том, что при массовом скоплении вирус имеет еще и такую неприятную особенность. Он еще и мутирует и дает такие подвиды своего вируса, которые причиняют еще больше вред. Если мы сейчас рейдами охватывали не такой большой процент этих мероприятий, не такой большой процент предприятий, то сейчас эта работа активизирована. Во всех районах созданы такие рабочие группы, которые предоставляют нам ежедневные отчеты. И в обязательном порядке каждый день проверяют по графику определенное количество предприятий, мест общественного пользования и так далее. Меры определены законом, они указаны, суммы по штрафам и так далее, они давно известны, они все прописаны, это ничего нового в этом нет. Есть мера, это штрафные санкции, в том числе и на человека, который нарушает, не только на организацию. И вторая мера — это приостановление деятельности, это уже касается только организации. И та, и другая мера будут применяться. Но я думаю, что главное — это сознательность самого нашего населения, которая позволит избежать различных штрафных санкций, различных этих таких мер. Но уже составлены протоколы в отношении какого-то числа нарушителей? Уже есть такие предприятия? Они составлялись же с прошлого года. Эти мероприятия никто не отменял. Они просто некоторое время были чуть в меньшем количестве и более ослаблены, а сейчас они активизированы. Возвращаясь к теме ковид-госпиталей. Ковид-госпитали за минувшую неделю вновь пополнились? Или все-таки число выписываемых пациентов превышает число тех, кто поступает вновь? И если вдруг коечного фонда вновь будет не хватать в планах правительства, есть расширение по этому вопросу? Две недели назад у нас было больше тысячи, почти по 1100 пациентов. Сейчас у нас в госпиталях около 900 пациентов. То есть определенный период времени у нас выписка превышала госпитализацию. И если мы будем продолжать соблюдать дистанцию и соблюдать все меры по ношению масочного режима и так далее, то я думаю, что этот процесс продолжится в лучшую сторону. Мы надеемся очень, что удастся остановить на каком-то этапе пандемию и выйти все-таки хотя бы на оплату с дальнейшим снижением. Но вся эта работа вкупе, общая, проводимая по республике, может быть, в том числе информационная работа с населением, она дает свои плоды. Как Вы уже сказали, стали активнее люди идти вакцинироваться в приюочные пункты. Скажите, пожалуйста, а вакцины-то на всех хватит, если вот сейчас все, так сказать, пойдут стройным маршем? Вакцины, конечно, на всех хватит. Мы ее получаем в достаточном количестве. И более того, федеральное правительство готово выделить ее в любом количестве в случае необходимости. И если можно, я хотела немножко поговорить о вакцинации самой. Конечно. Дело в том, что вот это предубеждение, которое подогревается, не знаю, и средствами массовой информации, и какими-то разговорами внутри, так сказать, сообщества, они под собой не имеют практически никакой научной основы. Год назад я просто хотела рассказать о том, как мы участвовали в третьем этапе клинических исследований вакцины «Спутник Ви». Врачи Республиканской больницы мы собрали небольшую такую группу, причем не просто молодых здоровых докторов, а докторов с различными еще, допустим, сопутствующими заболеваниями, с учетом возраста. Различные проблемы были у докторов, проблемы с сердцем, стентированный доктор, с искусственным суставом, с какими-то проблемами с весом и так далее. И мы приняли участие в третьем этапе, вакцинировались обоими компонентами «Спутника Ви». Я вам хочу сказать, что все себя хорошо чувствовали, и этот сложный год смогли активно участвовать в работе учреждений, и таких последствий, в общем, ни у кого никаких трактических не возникло. Более того, я сама участвовала в этих испытаниях, это вообще как бы, ну, в смысле, я сама их и организовала, и сама в них и участвовала. С учетом и своей какой-то сопутствующей патологии, мы хоть все и врачи, но мы же тоже в процессе жизни зарабатываем какие-то проблемы. Так вот, у меня был достаточно низкий иммунитет по уровню антител, который был ниже, чем у всех участников этого эксперимента. Вы болели ковид? Нет, вот я и хочу рассказать, что я получила достаточно низкие антитела после того, как я вакцинировалась. Но потом так получилось, что у меня был контакт зимой с пациентом с ковидом, я не знала о том, что человек болен, и через какое-то время почувствовала какую-то некоторую слабость. Прошла полное обследование, ничего нигде нет, несколько дней это продолжалось, но я решила, что это просто такая сезонная утомляемость и прочее. Через период, там, через 2-3 недели я проверила антитела. В период, когда я себя чувствовала плоховато, у меня была и ПЦР отрицательная, и все эти абсолютно анализы были спокойные. А потом, через какое-то время я посмотрела, и у меня оказался резкий рост антител. То есть даже тот минимальный уровень антител, который я получила во время вакцинации, он защитил меня, когда я встретилась с человеком с ковидом. А встретиться мы с ними можем каждый в любое время, в любую минуту, потому что это нельзя предусмотреть. Более того, это я потом как бы ретроградно так поняла, что это был, наверное, ковид у человека, потому что вот у меня вот так резко подскочили антитела. А в процессе своей деятельности врачи практически сталкиваются почти ежедневно, и любой из нас в магазине, даже если мы стоим на улице и близко где-то разговариваем, уже не говоря о наших различных мероприятиях и свадебных, и траурных, и всяких, где мы не соблюдаем никакого режима. Это риск заболеть для любого. И как при этом не защититься вот такой возможности, я очень удивлена. Дело в том, что после того, как я поняла, что это всё хорошо переносимо и всё терпимо, у нас привилась вся моя семья. Мы привили маму, которую мы очень любим, бережём, очень заботимся о ней. И поскольку она у нас очень возрастная, то, естественно, для нас это была главная забота, чтобы не заболела наша любимая мамуля. Поэтому я не понимаю вообще, когда отказываются от вакцинации и прочее. Это единственное, что может защитить наших старших. И как не использовать эту возможность, я просто удивляюсь. Поэтому недавно хочу сказать, что мы все ещё и ревакцинировались, кроме меня, мне вот чуть позже предстоит ревакцинация. Я предполагаю, что я это сделаю в ближайшие дни, ревакцинацию от ковида и плюс грипп. Сейчас разрешена такая совместная вакцинация, спутник лайт, плюс вакцина от гриппа. А с интервалом или можно одновременно? Нет, сейчас разрешено, если это ревакцинация, то это делается одновременно. А если это полный компонент, то тогда, конечно, через месяц. То есть одна вакцина от другой должна различаться по времени в течение месяца. Ещё одно направление этой проблемы пандемии, она связана с ожидаемостью ПЦР-тестов. Мы знаем, что в первую волну был какой-то ажиотаж, это обсуждалось в соцсетях и так далее, о том, что слишком долго приходится ожидать. Сейчас мы такого ажиотажа не видим. Это говорит о том, что работа упорядочена и успевают ли лабораторные фонды? Увеличились мощности лабораторий, но тем не менее процессы взятия мазка, отправки в лабораторию, постановки анализа, возвращения мазка, это всё занимает определённое время. Возможности лабораторий можно увеличить ещё, но они чисто технологические такие, которые будут вызывать некоторую отсрочку по исполнению, по получению результата. Так вот, сейчас принято решение, мы закупаем на Республику экспресс-тесты, которые будут бесплатно применяться для пациентов во время посещения врача на дому, если, например, есть подозрение, что целая семья, например, заболела. Для социальных работников они будут выделены для того, чтобы посещать малообеспеченных граждан, и как раз-таки можно будет и с мобильными бригадами по вакцинации это делать, чтобы подбирать сразу возможность, вернее, учитывать возможность сразу проведения вакцины такой. И это даст возможность как-то разгрузить ситуацию. Немножечко про экспресс-тесты рассказать. Вообще, чем они отличаются от тех тестов, которые проводит лаборатория? Ну, экспресс-тест — это просто быстрый ответ на заданный вопрос. Это технология, которая применяется с начала пандемии, они всё время совершенствуются. Сейчас мы взяли такие же тесты, как делаются в Ставропольском крае. Они входят в методические рекомендации, подтверждены, сертифицированы. Может быть, это менее несколько точный вариант, чем ПЦР-лаборатория. ПЦР-лаборатория в таком случае будет уже подхватывать. Если, допустим, есть подозрение в экспресс-тесте, что это положительный результат, тогда мы будем обязательно перепроверять это в общей лаборатории. Но вот таким образом мы снимем некоторую остроту этого момента, потому что эти проблемы действительно несколько есть чисто из-за таких технических моментов. Но для населения использование этих экспресс-тестов абсолютно бесплатно. Я правильно понимаю, всю нагрузку берет на себя бюджет региона? Да, да, да. Нагрузку на себя берут сейчас главы, в какой-то степени они нас подстраховывают. И потом это будет еще и в какой-то степени сделано еще и в самих больницах в определенном объеме. Но это не заменяет совершенно работу ПЦР-лаборатории. Просто на какое-то время снимет остроту проблемы и позволит быстрее получить результат. В целом, если можно вернуться к вакцинации, я хотела просто сказать, что у нас на сегодняшний день вакцинировано уже 134 тысячи. То есть у нас, видите, как много сознательных граждан. Но реально мы должны вакцинировать, чтобы добиться хоть какого-то положительного результата. 288 тысяч. Поэтому... Это 80% от населения? 80% от населения, да, да, да. И поэтому еще работы предстоит очень много. Поэтому я очень надеюсь, что услышат, поймут наши земляки. И все-таки пойдут вакцинироваться. И еще на одном проблемном моменте хотелось бы заострить внимание, которое будет в ближайшее время решением правительства снят. Мы знаем, что сейчас без QR-кодов никуда не пройти. И не все граждане имеют возможность предъявить этот QR-код в электронном виде. Допустим, это пожилой человек, у которого нет смартфона, и у него кнопочный телефон. Соответственно, он не может скачать QR-код себе в телефон, чтобы предъявить там, где надо. И возникает проблема, пожилому человеку надо где-то распечатать этот QR-код на бумажном носителе. На помощь пришли МФЦ, где мы знаем, в ближайшее время будут созданы пункты, где каждый нуждающийся в таком бумажном документе может подойти абсолютно бесплатно через портал госуслуги распечатать свой сертификат с QR-кодом и носить при себе на случай надобности. Хорошее решение. Теперь такой, скажем так, глобальный вопрос, который волнует всех. Когда же все это закончится? Когда пандемия пойдет на спад, и республика, страна, мир могут зажить обычной, привычной жизнью? Магина, это очень сложный вопрос, на который во всем мире нет ответа. И это вопрос, который опять связан с вакцинацией, потому что нет пока таких реальных механизмов остановить. Прогнозы никто не берется строить, да? Да, мы же думали в первую волну, что вот мы сейчас первую преодолеем, и на этом все закончится. Потом началась вторая. То есть этот вирус, он этим и отличается от других, что он непрерывно мутирует и становится более агрессивным. Поэтому мы и должны себя защитить. Мы очень активно занимаемся тем, что мониторируем в том числе и вакцинированных, попавших в стационары. Да, конечно, никто не говорит, что мы не заболеем никогда. Вот вакцинировались и не заболеем. Да, мы можем заболеть. Но это шанс заболеть без осложнений. Это шанс не умереть вообще. Поэтому сказать, когда в мире закончится пандемия, сейчас не берется даже Всемирная организация здравоохранения. Ну, может быть, заставит взяться людей за ум и тот факт, что смертность очень повышенная. Абсолютно вы правы. А вы могли бы сказать цифры по региону? Я просто хочу привести в целом по стране. Если говорить о том, насколько различается течение болезни у нас и в других странах. Например, вот сейчас есть всплеск заболеваемости в Великобритании. В Великобритании заболевает почти 40 тысяч населения ежедневно. Так же практически, как у нас. При том, что у них население в два раза меньше, чем у нас. 68 миллионов там. Ну, примерно, да? Это если экстраполировать на наши цифры, у них заболеваемость в два раза даже выше, чем у нас. Но при этом у них смертность, если у нас это 1100 и больше в день в стране, у них это, извините меня, 75 человек, там, ну, до 100, может, какой-то день 100. Но это же абсолютно несравнимые цифры. И это только за счет того, что Великобритания активно вакцинировалась в первую и вторую войну, в волну. И они успели подойти к этой четвертой волне уже с вакцинацией там более почти 80% населения. И это вот такой результат. И мы видим такую же ситуацию во многих других странах, где высокий процент вакцинации. Да, какая-то заболеваемость, она есть, она появляется, она в какой-то момент поднимается, но при этом смертность несравнимая с нами. У нас сейчас проблемы заболевают наши старшие. А это та категория населения, которая как раз меньше может сопротивляться этому ковиду. И даже если мы выписываем, и люди выздоравливают от ковида, то у них появляются осложнения. Вот почему мы так активно призываем защитить и наших старших. Вакцинируйтесь. Если вы, молодые, рядом живущие, поправитесь и так, например. Многие же говорят, что типа вот перенесли, не заметили, это все неправда, нет этой болезни. Да, вы перенесли. Но рядом с вами те, кого вы любите, и кого нужно защитить, и вот о них надо подумать сейчас. Спасибо вам большое, Ирина Джошауна, за то, что нашли время, пришли к нам в студию, подробно ответили на вопросы. Спасибо. Борьба с пандемией сообща. На базе Карачаево-Черкесского госуниверситета вновь заработал ситуационный центр по борьбе с коронавирусом. Как и в первую волну, студенты организованно помогают коллегам и преподавателям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как вуз живет и работает на ковидных каникулах, расскажет Арнастчуков. Идея создать ситуационный центр на базе университета возникла сразу же с началом пандемии. С первых дней студенты охотно оказывали помощь своим товарищам и сотрудникам вуза. Причем помощь была разнообразной – от денежной до моральной. Заработала горячая линия, куда каждый мог позвонить в поисках поддержки. За это время, с начала пандемии, практически помогли нескольким тысячам нашим студентам и сотрудникам, если в общем количестве их почитать. Это оказание продуктовой поддержки даже по нескольку раз, это оказание материальной поддержки всем студентам, которые оказались в трудной ситуации. Также мы оказывали поддержку лекарствами даже больницы нашего города. Также несколько раз студенты, если вы помните, на выпускном провели акцию «Мантия добра», и вместо того, чтобы мы эти деньги покупили мантии и потратили деньги на плащи, грубо говоря, ребята решили купить лекарства и подарить нашей больнице для помощи борьбы с коронавирусом. Сейчас, когда ситуация в регионе остается крайне напряженной, сотрудники ситуационного центра вновь работают в усилийном режиме. Принимают звонки, формируют заявки, а еще следят за выполнением студентами всех антиковидных мер. Пример им в этом подает преподавательский состав, один из немногих коллективов со стопроцентной вакцинацией. Я думаю, что мы со всеми задачами справимся, и если мы сейчас переломим эту ситуацию, а это только можно сделать общими усилиями, ответственным подходом и единым пониманием целей задачи, того, что он делается, такое ощущение есть, по крайней мере, у нас в коллективе, и мы справимся с этим. В ковидные каникулы ВУЗ продолжает работу. Правда, обучение идет в дистанционном режиме. Студенты к этому уже привыкли, преподаватели тоже, благо материально-техническая база позволяет давать студентам нужные знания даже по удаленке. Наш университет в этом году выиграл грант Министерства науки и высшего образования почти на 13 миллионов рублей. Это программа цифрового развития нашего университета, один из 40 ВУЗов Российской Федерации. И мы сейчас, вот с начала года, проводим серьезную модернизацию наших информационных систем, серверов и компьютерной базы. И это позволяет нам решать задачи, не только сегодня актуальные задачи, но даже перспективные задачи в этой области. И в этом плане никаких проблем у нас не будет. После окончания срока ограничительных мер ВУЗ планирует вернуться к привычному ритму работы. Но ситуационный центр останется и в случае надобности будет готов оказывать студентам посильную помощь. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, ОРХИЗ, 24. Всероссийская перепись в разгаре. Напомним, что с 5 октября в нашей стране проводится перепись населения. Впервые в истории она будет цифровой. Вместо бумажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Эта перепись станет 12-й в истории страны. Благодаря новым технологиям ее предварительные итоги появятся уже в январе. А к концу 2022 года будут известны полностью. Собранные данные помогут планировать жизнь страны на много лет вперед. Что касается Карачаева-Черкесии, то у нас перепись идет в штатном режиме. На сегодняшний день опрошено уже больше половины населения региона. Мы активно разъясняли везде, где можно, что перепись в этот раз не такая, как предыдущие. Что можно пройти на портале госуслуг, что можно прийти в стационарный участок, в здание, в МФЦ прийти там переписаться, пройти госуслугу тоже. И, естественно, традиционным способом, когда переписчик приходит домой с жителем и переписывает данное домохозяйство. Так вот, если мониторить вот эти все формы участия в переписи нашего населения, на сегодня у нас получается, что вот из этих половины переписанных, переписанные на портале госуслуг, то есть уже воспользовавшиеся современными цифровыми технологиями, их более 11%. И я могу даже сказать, что по Северо-Кавказскому федеральному округу мы даже в лидерах. В Москве завершился третий всероссийский фестиваль детского дворового футбола, проводимый по инициативе Минспорта России. Его победителями в своей возрастной группе стала команда «Адыг» и «Заул Адыгихабль». Моя коллега Алина Гидеева познакомилась с юными звездами дворового футбола. «Чемпионы России! Черкесск! Спартак! В Академии Спартака! Девчата! Чемпионы! Вот как эмоции! Как они все плачут! Как они плачут! Ариана! Эмоции от победы позади, впереди упорные тренировки. Для девочек из команды «Адыг» футбол стал частью жизни, и они точно знают, в их деле успеха можно добиться только упорством и командной работой. Победа на всероссийском турнире по дворовому футболу стала для них одновременно и неожиданностью, и доказательством, что вместе они смогут достичь любых высот. С самого начала я ходила и смотрела, как играют. Мне понравилось, и я увлеклась футболом. Сколько ты уже играешь? Я уже играю 6 лет. Наша команда очень дружная. Мы даже дружим за пределы футбольного поля. Честно, мы даже не ожидали. Девочки очень радовались. Вопреки мнению дилетантов, футбол – это не просто пасовать мяч друг к другу и забивать его в ворота. В этом спорте важно не только индивидуальное мастерство, но и тактика команды на поле. Одной из главных ролей играет воротарь, которому необходимо следить за каждым движением мяча и отражать атаки соперника. Маляка Кемова стоит на воротах не хуже профессиональных футболистов. В ходе финальных игр Сэм, так называют Маляку коллеги по игре, не пропустила ни одного мяча в свои ворота. Игра была напряженная очень, но мы все старались очень сильно. В любом случае, какой бы ни был соперник, все переживают, у всех волнение. Самая сложная игра, наверное, была финальная, потому что все очень сильно волновались. У соперников тоже был очень сильный вратарь, и пару ударов мы нанесли, и она отразила их. Осталось где-то две минуты до конца, и наш игрок, наш нападающий, лучший нападающий, забил гол. И мы все, естественно, обрадовались. Эпидобстановка внесла коррективы и в игровой график. Изначально планировалось провести матчи в течение трех дней, но в итоге все игры уместили в один. Напряженный темп, игра за игрой, девочки даже отказались от обеда, чтобы не отяжелеть перед последним рывком. Голодные и уставшие, они буквально из последних сил вырвали победу у соперников. В шесть часов у нас был подъем, в шесть часов завтрак, в восемь часов утра у нас начались соревнования, и все игры мы провели в один день, закончив только полдевятого вечера. И последующие награждения тоже прошло не на стадионе, а в гостинице «Астрос», где мы жили, в связи с тем, что массовое скопление людей, чтобы не создавать, там были награждения, и то через два дня после уже финала. После отмены коронавирусных ограничений команда планирует принять участие и в других состязаниях. Ну а пока девочки планируют упорно тренироваться, чтобы не потерять форму. Алина Гидиева, Назир Капушев, Архыз 24. Берегите свое здоровье и до встречи!